Майка Робинзонка вешается очень просто. Делаем расклешение немножко попозже. Сейчас простой силуэт. Это боковые части. Пройма. На ваше усмотрение можете посчитать. Делайте закругленную, можно квадратную. Плечики. Можете делать скос. Умейте считать. Делайте скос. Можно сделать по прямой. В-образный вырез. Можно делать закругленный. На самом деле вообще не суть. По прямой. И уголки. Уголки будем вывязывать после того, как сделаем майку. Основные мерки. По груди. По груди 98. Это моя мерка. У меня немножко меньше, но это все-таки майка. Я не буду делать в облипку. Небольшая свобода. Пройма. 16-17 максимально. Учитывая, что никакой обработки и отделки нет. 16 сантиметров. Высота пройма. Пройма для того, чтобы не торчало белье. Вырез. Прикладывайте к себе метровую ленту. Смотрите, какой ширины вырез хотите делать. У меня это 18 сантиметров. Плечики не больше 10. Так чрезмерно будет. Скос пару сантиметров сделаю. Полтора-два. И смотрим, сколько уходит на пройму. Да, длина до начала уголков 50. Ну, 55 сантиметров майка длинная. По бокам. По бокам хочу сделать расклешение до 108 сантиметров. У меня фигура груши. Мне такая прямая майка не пойдет. А я в нее просто не влезу. Мне расклешение обязательно. И давайте считать, сколько мне прибавить на расклешение. Так, 98. Это полная мерка. Делим пополам. 49. 108 делим пополам. 20. Так, 108 делим пополам. 54. 54 минус 49. И делим на 2. Ну, по 2,5-3 сантиметра. Добавляем с каждой стороны. Расклешение. 16 это пройма. 55. Причем считается 1,5 на скосик. 16 плюс 1 на 5. Получается 17,5 от точки плеча. И плюс 55. Получается от проймы до начала уголков 37 сантиметров. 37,5 округляем. На самом деле вообще не суть. 10, 18 на пройму. 49. Минус 18. Минус 2 по 10 плеча. Получается 11 сантиметров. Делим на 2. 5,5 пойдет на пройму по длине. Все. Собственно, вот такой расчет можно внести в программу. Можно взять петельную пробу, посчитать руками. Эта майка хороша тем, что плюс-минус 2-3 сантиметра ничего в ней не изменит. Единственный нюанс, чтобы у вас не торчало белье, если это критично. Глубина горловины тоже сантиметров 11, наверное, пойдет. Я сейчас все эти мерки завожу в программу Книдстайлер. Она мне будет делать расчет. Подставляю готовую петельную пробу для моей пряжи. Это вискоза бобинная. И вяжем. Начиная с бросовой нити. Делаю простые убавки-прибавки. И старайтесь делать их аккуратно, потому что никаких отделок эта майка не требует. Она будет вот такая вот, как есть. Без планочек, без резиночек. И еще нюанс. Можно добавить полоски цветные для украшения. И для того, чтобы это была все-таки робинзонка, добавим дранинки. Дранинкой у нас будут спущенные петли. Конечно, они не будут спущены, они будут закреплены. Но определите сейчас, где вы хотите эту дранину видеть. Где-нибудь по боку. До белья, вот пониже, повыше. Дранина будет широкая. 3-4 петли будем делать. Полоску. И где-нибудь, может быть, вот. То есть много дранины тоже не надо, спущенных петель. Но 3-4 риски таких у нас по переду пойдет. Можно сделать по спине тоже. Купину можно не оформлять. Итак, примерно определились. Примерно определите, где у вас будут спущенные петли. Я сейчас все это вношу в программу. И программа мне будет следить и делать расчет. Провязывайте две детали без отделки. Обязательно учтите, что мы начинаем с бросовой нити с открытых петель. Дорожки испущенных петель делаются очень просто. Выбирается место. Можно одну петлю убрать, можно сразу две. Иглы оставляем в заднем положении. Провязываем 2, 4, 6, сколько угодно рядов. Чем больше рядов провязываете, тем более спокойно у вас будет отверстие. Чем чаще делаете переносы петель, тем более круглым будет основание дронинки. Провязываю 2 ряда. Следующие 2 петли довожу до 6 игл. Можно оставить 4. Я сделаю 6 игл. 5, 6, 4. Нормально. Больше уже не надо будет огромное отверстие, которое не хорошо будет смотреться. Таких отверстий можно сделать очень много. Можно сделать круглые, можно сделать длинные, можно сделать кривые. Фантазируйте. И вяжем дальше до начала убавок. Убавки самые простые. Я просто переношу крайнюю петлю на вторую иглу. Все, никаких других убавок здесь нет. Прибавки в этом изделии отсутствуют, поэтому убавляем петли самым простым способом. Никаких обработок, краев нет. Бросовая нить, катушечная нить для того, чтобы были хорошие открытые петли. И вы вязываете полотно по вашему расчету. Я перенесла выкройку в программу, отметила, где у меня будут упущенные петли и пусть считает за меня кто-то другой. Я буду просто вязать. Если вы не умеете пользоваться программой Книдстайлер, но тоже не хотите делать расчеты, приглашаю вас на курс Книдстайлер за 5 дней. Нашу школу машинного вязания и изба вязальная. Где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. А сейчас продолжаем вязать. Чтобы закрыть отверстие, можно просто вводить крайние иглы в работу. Но выглядеть это будет неаккуратно, поэтому я предлагаю способ более интересный. Берем, пересаживаем крайнюю петлю. Таким образом мы сужаем отверстие и на освободившееся место навешиваем петлю из предыдущего ряда. Аккуратно навесили пару рядов и можно повторить эту операцию. У вас тогда будет очень аккуратное, круглое, хорошо оформленное отверстие. Провязали две детали. Разница у них только в горловине. И теперь задача оформить нижний край, уголки. Берем метки. Метки это просто узелочки. И в произвольном порядке. Можете делать одинаковые, можете все разные делать уголки. Вот куда привязала, там у меня узелок и будет. Буловки вываливаются, просто я делаю узелками. Так, раз, два, три, четыре уголка. Можно один из них поделить пополам. Все уголки разного размера. И идем, привязываем уголки с открытых петель. А дальше все очень просто. От метки до метки. Изнанкой себе прям побросовые нити. Вот она метка одна, метка вторая. Надели на иглы петли вверх ногами. И закрываете петли, вот как хотите. Через два ряда, через четыре. Через четыре ряда у вас будет длинный, длинный уголок, тонкий такой. Через два ряда будет более тупой. Выбираете себе размер углов. Произвольно. Можете сделать все углы разного размера. Мало того, что они будут разные по ширине, они могут быть еще разные по длине. Как вам нравится, как вам хочется. И просто завязываете. Прям побросовые нити. Дальше убавки. Убавки тоже самые простые. Никаких здесь не нужно сложностей. У меня даже счетчик отключил. Я буду через три ряда делать. Чтобы не были углы слишком короткими и слишком длинными. И все, пока мы не выйдем в одну иглу, закрываем. Узелок и уголок готов. Таким образом вывязываете все уголки по краю изделия. У нас идет оформление нижнего края. Без обработки, без планочек и без резиночек. Готово. Вот они, уголки. Теперь плечевые швы. У меня плечики выполнены частичным вязанием. И видите, снять набросовую нить. Можно было просто закрывать и получить обычный шов. Как вам удобно. Сшиваем. И... 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 Продолжение следует...